Приветствую вас, аноним. Ну, к сожалению, вы достаточно мало предоставили информации о себе и о проблеме. Поэтому я думаю, что мнений будет очень много по поводу вашей ситуации. Тут немножко и моральная сторона вопроса затронута нам. Здесь этическая сторона затронута, здесь интимная сторона вопроса, конечно же, затронута. Просто потому что это, ну, так или иначе, то, что касается личности. Здесь, наверное, даже есть немножечко и медицинские стороны вопроса. Хотя я не уверен, что вы с этим согласитесь. Значит, первое, на что, на мой взгляд, надо обратить ваше внимание, это то, что произошло замирание, как вы говорите, беременности. И это вас травмировало. Это вас травмировало, это вас, может быть, шокировало, да, и так далее. То есть вам, ну, во всяком случае, было тяжело. И, вероятно, вероятнее всего, вы пережили травмы, вероятнее всего, вы продолжаете травмы переживать. Вот, и, соответственно, вам нужно, наверное, в первую очередь, прожить травму свою. То есть вот сейчас вы травмированы. Что такое травмированность? Травмированность – это не прожить определенных болезненных ощущений, не прожить ее боли и, соответственно, не принять этой самой боли. Вот. А, ну, во всей нас видно, да, что и опыт, да, какой-то человеком тоже не, значит, не принимает. Опыт именно вот из-за болезненных ощущений опыт не принимается. Вот. Соответственно, человек отказывается от опыта, борется сам собой и в итоге уходит в, ну, достаточно невротичную такую форму защиту, я бы сказал, да. Вот. Вот, соответственно, то, на что нужно обратить внимание. Это первое. Ну, второе, конечно, заключается в том, какое конкретно для вас значение имеет ребенок. То есть вот именно для вас, связано ли это как-то с вами, да, с восприятием вами себя и так далее. То есть это достаточно важный момент, но в котором вам необходимо обратить свое внимание, потому что вероятно здесь присутствует социальный элемент. То есть это может быть некая потребность оправдать ожидания людей, которые, ну, вас окружают. Вот это вероятно потребность, там, ощущение долга, может быть, чувство вины. Вот это ощущение, что вы обязаны, вот, обязаны забеременеть, да, что это, прям, ваша обязана, это, что вы обязаны так делать. Ну, на самом деле, конечно, нет, на самом деле, вы обязаны, но если вы так считаете, то, ну, вот, это вас будет, конечно, привозит и вводит в невротическое состояние. Собственно, страх забеременеть и связанное, да, как вы верно сказали, с нежеланием проживать то, что вы подошли при этом ранее беременности. Вот это значит, что вы до сих пор стравмированы тем, что с вами произошло, вот, и, соответственно, ну, нужна некая помощь вам в проживании этого, да, нужна некая помощь в том, чтобы вы, ну, в том, чтобы вы смогли, пережить травму, травму, вот, и, соответственно, уже последовало смотреть, хотите ли вы ребенка, если да, там, то как, каким образом и так далее. такой вот момент. Примечательно, на мой взгляд примечательно, что вы хотите побороть страх за беременностью. И я бы здесь на самом деле задал бы вам вопрос. Ну, такого плана. Вопрос. Для чего вам? Побороть эту ситуацию. Зачем вам её побороть? Для чего вам её побороть? Вы хотите забеременеть всё-таки? Или вы хотите чего-то другого всё-таки? Ну там, например, ответственность чувствуется перед тем, например, перед отцом, ребёнком и так далее. Или считаете, что сами должны забеременеть? То есть, с чем связано то, что вы пытаетесь побороть это? Для чего вам это побороть? Вы же хотите избавиться от этого? Вот. Ну, у меня здесь поисследует этот момент. Да? С чего именно и для чего вы хотите избавиться? Потому что вы двигаетесь, к сожалению, в сторону, в сторону, в сторону отдалиния. Ну, в сторону отдалиния от себя, в сторону отдалиния от своих сил. От, к сожалению, в сторону отдалиния от своих переживаний, к сожалению, в большом. Вот. С этим нужно вам справиться. То есть, побороть ничего не надо, ничего не нужно. Агрессия за защитой. Вот. Такое ощущение, что вы просто сейчас получили какое-то, знаете, разрешение реагировать так, как вам всегда хотелось. Да. Вот. И если раньше вы достаточно как-то болезненно относились к тому, что вам задают определенные вопросы, да, вы болезненно относились к этому. Если раньше вы были болезненно относились к тому, что, но считали, что у вас нет достаточной степени отнований, да, для того, чтобы реагировать подобным образом. То сейчас, подобные моменты. Сейчас, на данный момент, подобные моменты уже не актуальны. Вы, образно говоря, нашли способ. Теперь появилась возможность себя как-то оправдать, да, по факту. Вот. И вы получили возможность таким образом, ну, я бы сказал, негативным образом, к сожалению, себя защищать. То есть, опять же, здесь у меня, по моим ощущениям, по моим ощущениям, вы имеете некоторые конфликты, потому что вопросы могут быть разные, у людей могут быть разные причины их задавать. Но мне видится так, что проблематика заключается в каких-то, может быть, помнениях в себе, в каких-то вот, ну, не знаю, переживаниях в себе и так далее. То есть, тут вот такой, тоже очень необычный момент, на который нужно обратить внимание. Потому что это, ну, на вас достаточно сильно влияет, да? Достаточно негативно и сильно влияет на вас подобное. Так. А, значит, страх также может быть связан с определенными желаниями, вот. Какими желаниями еще нужно разбираться, может быть, это некого потребность. По поводу, может быть, что-то еще, ну, вот. Ну, а грех, как я уже сказал, это защит. Это защит. И, соответственно, именно с защищенностью вашей, а точнее, с вашей незащищенностью нужно работать, чтобы вы могли чувствовать себя максимально хорошо. Вот, максимально, корректно. Состоятельно сделать вы этого не сможете, потому что вы находитесь во власти своих мыслей, во власти своих переживаний, во власти своих эмоций. Вот, и воспринимаете их, как, ну, как некую свою реальность. Хотя, ну, на самом деле, ну, реальностью они не являются такой вот, прям, актуальной реальностью не являются. Но, тем не менее, для вас это проблема, значит, в таком случае нужно с этим что-то делать. И, соответственно, вот, то, что я думаю, это вот направление в сторону, в те стороны, которые я вам указал. Так, поэтому мне, по крайней мере, видят. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам будет полезен. Я надеюсь, что вы для себя, ну, сделаете выводы какие-то. Я надеюсь, что вы для себя поисследовали возможности заняться психотерапией. Вот. И после этого у вас что-нибудь лучше. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена. Спасибо. Спасибо. Спасибо.